Доброе утро, дорогие друзья! Я знаю, что, Максим, вы недавно еще вернулись из экспедиции к российским идолам. Любопытная информация, я думаю. Да, Александр, действительно это было так. Территория, хотел бы сказать, что территория края, конечно, у нас уникальная. Практически 14% России – это территория Красноярского края. Поэтому на нашей территории достаточно много уникальных объектов, о которых, в общем-то, не все знают. Поэтому наши мини-экспедиции, которые мы проводим, то есть активные туры, они как раз направлены на то, чтобы изучать эти объекты и доносить до населения, рассказывать о том, что у нас есть. Ну, это сельский идол, да, что это такое? Ну, вы знаете, это уникальный объект. Он датируется в первый век нашей эры, четвертый век до нашей эры. Значит, это самое северное в Азии поселение скифов, таежных скифов. Вот, на реке, это река Тосей, на реке Тосей находятся как раз вот эти поселения, где они жили, находятся древние культовые памятники, места поклонения скифов и уже последующих народов, которые приходили на эту территорию. Очень удивительно, но, оказывается, на реке Тосей проходили древние торговые пути, то есть велась активная торговля, там изготавливалось железо, и, в общем-то, очень много уникальных вещей мы узнали. С нами был в экспедиции археолог известный красноярский Юрий Анатольевич. В 1992 году как раз начинал Юрий Анатольевич Грифцов, в 1992 году он как раз начинал первый раз в Копке, вот как раз на Усть-Тосейском Идале. Ну, вот сейчас там по телевизору показывали кадры, фотографии из разных мест, куда можно попасть, в том числе там был и Платопу Тарана, и Кензалюкский водопад, но там вот и Тосейский Идол тоже промелькнул. Ну, вот туда насколько легко добраться, там, ну, автомобили, не знаю, что там, речной транспорт? Да, там речной транспорт, там автотранспорт, в принципе, мы вот как бы логистику все выстроили, тур у нас начинается каждую субботу, то есть, возможно, в последующем мы перенесем на другие даты. 15 человек группа, то есть, в общем-то, мы готовы формировать, свозить, показать, то есть там замечательная рыбалка в этих местах. То есть, можно как бы совместить отдых, рыбалку и познавать внутри. Да, да, конечно, конечно, то есть, места очень необычные, то есть, там и мыс Арбан, и широкий мыс, то есть, места очень необычные, пещера Графская, то есть, это все по пути, там также по водным путям будем проходить, можем остановиться возле поселения староверов, посмотреть их быт. Ну вот, хочу продолжить по поводу интересных мест, еще, насколько я знаю, у вас есть, я думаю, самое знаменитое место, одно из самых знаменитых мест, это вот место падения Тунгусского метеорита, да, вот расскажите, что туда тоже можно попасть и что там можно увидеть? Тунгусский феномен, вот это произошло в 1908 году, как всем известно, 30 июня произошел взрыв, вот, до сих пор эта тайна до конца не разгадана, что же произошло, вот, на территории нашего края находится как раз этот заповедник Тунгусский, значит, стоит на самом деле поторопиться, потому что природа очень сильно и быстро восстанавливается после этого, и скоро уже невозможно будет увидеть как раз те последствия и масштабы, которые были... А еще видно там, да? Еще видно, да, есть еще выворотни, есть там некоторые вещи, которые, в общем-то, остались из тех периодов, то есть болота Кулика, которые посушали, то есть надеялись, что там что-то находится. То есть у нас разработано 5 разных вариантов туров, маршруты от пеших до вертолетных, то есть можно, в принципе, даже трехдневным туром воспользоваться, в общем-то, и в таком кратчайшем сроке, то есть увидеть, посмотреть все это. Все это, кроме одного пешего, все остальные вертолетные туры. Значит, что у нас там еще необычно? Ну, очень интересно, комбинированные маршруты, когда ты летишь на вертолете, сплавляешься по реке, пешие, все это получается достаточно активно. Так что вот это один из маршрутов. А вообще хотелось бы сказать, что мы вообще как бы не зацикливаемся на каких-то вот одних вещах. Мы разрабатываем туры, даже индивидуальные для заказчиков, если кому-то интересно. Мы просто изучаем местность, находим, то есть необычные места и, соответственно, составляем маршрут. К примеру, у нас в этом году мы продолжим серию также экспедиций. Это у нас в прошлом году была экспедиция пещеры Колчака, то есть это Новоселовский район. Также мы будем по Новоселовскому району работать у нас в планах нахождения как раз места падения Паласового железа. То есть это первый метеорит, который был вообще, то есть это тоже всемирно известный факт. Вот он находится на территории, то есть это место падения находится на территории Новоселовского района. То есть мы совместно, совместно с Новоселовского района работаем. Поэтому эти маршруты, которые будут разработаны, они уже, в общем-то, лягут уже в общую копилку. Ну, чувствую, да, есть что рассказать. У нас, к сожалению, время заканчивается, но будет повод, когда вернетесь там с очередного маршрута, рассказать. У нас в гостях был Максим Фоменко, руководитель туристической компании «Сивэй Тур». Ну, спасибо вам за то, что пришли в гости от кофейники «Оцветвенгель». Вам сувенир сладкий. Спасибо. Спасибо. Путешествуйте, дорогие друзья, по нашему краю в пределах, даже там, может быть, не таких сложных маршрутов, но, тем не менее, есть что посмотреть. Коллеги, вам слово.